МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В репортажах нашего канала неоднократно хотелось бы сегодня поговорить более подробно о твоей работе. И в первую очередь, Настя, вот в чем секрет твоего успеха? Как тебе за такой короткий промежуток времени, потому что ты педагогом работаешь не так долго, но удалось достичь определенных успехов? Ну, педагогом я работаю долго, на самом деле свыше 10 лет уже. Просто здесь, в Одинцово, в Одинцовском районе, в Одинцовском центре эстетического воспитания действительно всего 3 года. Но успехи – это, наверное, кардинально другой подход к образованию, кардинально другой подход к пониманию того, что такое театральная студия, что такое детский театр и вообще какие ее цели. Но все-таки, когда ты приняла предложение своего директора Ирины Николаевны Козловой принять участие в конкурсе профессионального мастерства, ты сразу поняла, что это вот твой шанс и рассказать о себе, и в первую очередь рассказать о своих наработках, поделиться тем опытом и той базой, которая уже накопилась за это время? – Ну, скажем так, с самого первого этапа, еще с районного этапа до конца понимания не было. Было скорее элементарные амбиции, показать амбиции заявиться. Потому что действительно на тот момент я только второй год работала в АЦЕВЕ. И это было желание утвердиться и показать, что вот я есть, и я несу какую-то мысль за собой. А дальше уже к области действительно пришло, к области сформировалась концепция окончательно. – То есть именно, получается, вот таким толчком вперед стала победа на районном уровне? – На районном уровне, да, на районном, и заявка на область, еще на отборочный этап области. То есть к отборочному этапу, когда я начала готовить видео, я уже переосмыслила вообще то, о чем я говорю и с какой стороны. Вначале я говорила, да, просто вот о педагогике, честно сознаваясь на районном уровне, это было о педагогике, о детях, о том, какой я путь прошла, что я больше 20 лет училась вообще музыке, театру, всему. Ну, а дойдя до области, я поняла, что дело-то в другом, дело в психологии детской, дело в открытии сердца, эмоций, чувства ребенка. Вот о чем я говорю теперь. – Получается, то есть на всем этом этапе и ты сама училась? – Конечно, и училась, и какое огромное количество вообще не только знаний, самопознания, вот, самопознания и того, как ты сам и твои цели преображаются по дороге, по этапам этого конкурса каждый раз преображаются цели. – Насколько изменился вот конкретно твой подход сегодня к обучению детей благодаря участию вот в конкурсах профессионального мастерства? – Ну, подход-то, в принципе, остался прежним. Я как выкладывалась, так я и выкладываюсь. Как я несла изначально, вообще моей целью театральной, конечно, постановки – это наш итог. Это наше внешнее проявление. А внутреннее – это вот каждого ребенка раскрыть, раскрутить. И тем же я, в принципе, и занимаюсь до сих пор. Но была такая интересная теория о арт-синтез-терапии, так называемой. То есть о том, чтобы каждого ребенка сначала сделать талантливым, а потом гениальным. И вот у меня углубилась вот эта идея, и эту идею я сейчас гораздо больше продвигаю в своей работе. – Ты согласна с тем высказыванием, что все дети талантливы? – Да, согласна, абсолютно. Не буду врать, я не помню, кому оно принадлежит. О том, что каждый ребенок рождается талантливым, и заслуга родителей и педагогов – этот талант вырастить, принести честь всю жизнь. Есть вот такое замечательное. И действительно… – А как ты вот считаешь, все-таки, как правильно разглядеть вот именно ту искру в ребенке, да, и отдать его в нужное направление? Ведь зачастую родители все-таки воплощают какие-то свои нереализованные амбиции, но это ни для кого не секрет. И часто отдают детей именно туда и в те направления, которые бы они сами хотели реализовать. Но у них по каким-то причинам не получилось. И получается, что, может быть, ребенок-то вовсе не в спортивном направлении был бы талантлив и достиг высот, да, а, например, в театральном, как в твоем случае. Вот как ты считаешь, какой совет можно дать родителям, какую формулу применить, чтобы в правильное направление отдать своего ребенка? Потому что сейчас, конечно, огромное количество предлагает дополнительное образование разных направлений. Мне кажется, что ребенок, когда попадает туда, где ему место, во-первых, даже на самых начальных этапах виден огромный прогресс. Вот, потому что ребенок, когда… – То есть нужно пробовать, ну, получается, пробовать нужно, да? – Да, вы приходите, и куда-то, во-первых, мы все видим, куда-то ребенок идет так спустя рукава, без удовольствия. Он, потому что он не понимает, не видит себя в этом и не понимает, зачем он туда идет. А есть туда, куда он прям бежит, несется, и у него прям и педагоги говорят, что смотрите, у вашего ребенка результаты, у вашего ребенка там получается, идет. То есть ориентируйтесь иногда на мнение педагогов в том числе. А так, чтобы сидеть дома и услышать, как «О, мой ребенок там вроде бы как песню хорошо подпел или ритмично потанцевал», да, они все замечательно, они все хорошо подпевают, все замечательно танцуют, но неизвестно, до какой степени это можно раскрыть. А увидеть это родители, к сожалению, вряд ли смогут самостоятельно. Поэтому надо действительно попробовать, нужно привести и в какой-то момент главное, потому что как бы это ни было, знаете, как эффект пианино, когда многие заканчивают музыкальную школу и потом белой тряпочкой накрывают пианино и говорят, да, все, больше никогда к этому не возвращаться. В какой-то момент родитель должен помочь еще и замотивировать ребенка, чтобы он продолжал получать от этого удовольствие, а не делать то, что должен делать. У тебя свой театр, какие планы строите с ребятами, сколько у тебя сегодня учеников? Что играете? На сегодня больше ста учеников, причем разных составов, есть и подготовительные, малышовые составы, то есть деток 5-6 лет, есть и основные составы, школьники. Играем, спектакли играем. Вот сейчас готовимся к Новому году выпустить «Снежную королеву» в такой интересной тоже музыкальной интерпретации. Готовимся с самым старшим составом, готовимся попробовать себя в жанре драмы. Обычно у меня все-таки музыкальный театр, и действительно... С музыкой ты неразрывно связана, и это накладывает свой отпечаток, естественно, на тот продукт, который выходит из студии. Ну, плюс все-таки говорят же, что в определенной степени драму сыграть проще, чем комедию. Драма нам всем ближе, понятнее, мы ее шире переживаем, а попробуй сыграй комедию. Вот на самом деле все последние три года мы пытаемся играть комедии, буфонады, музыкальные спектакли, мюзиклы, для того, чтобы как-то расширить свой актерский диапазон. Но в этом году старшие все-таки... А дети убедили меня сыграть драму, попробовать, и попробовать сыграть чучела. Каких авторов, вот сказала чучела, да, вообще в целом, какой вот репертуар предпочитаете? Что с детьми читаете, что выбираете? Классика есть, или все-таки современная? Ну, Снежная королева, например, это классика, прям всем классикам. В прошлом году, но очень часто мы делаем прочтение классических произведений, когда, как в любом случае, не бывает двух одинаковых спектаклей, даже по двум совершенно одинаковым пьесам. Не бывает. Каждый раз все равно режиссер кладет туда свою сценографию, свое прочтение, свои сверхзадачи туда кладет. Но в прошлом году мы, например, играли просто трепетно люблю для детей, особенно для младших составов, бианки. Различные постановки по бианке, потому что они очень человечные. Это вот опять-таки к вопросу о психологии внутри театра. Они очень человечные. Спектакли должны помимо того, что, да, нести визуальную картинку, они же должны в первую очередь нести мысль. Они же должны чему-то учить. Они должны на что-то настраивать. Они должны заставлять о чем-то задуматься. И даже самое в прошлом году у нас очень так и у детей, и у взрослых, вообще и у зрителей, вот в этом году мы с этим спектаклем поедем в рамках проекта «Дети детям» по разным школам давать спектакль по сказке Элеонора Фарджа «Хочу луну». Это на самом деле совершенно абстрактная такая, даже комедия буф в какой-то степени, совершенно фантасмагоричными персонажами, но при этом она учит тому, что бы было, если бы детям дать полную волю и полную свободу действия. Что бы было, если бы не было взрослых, что бы было, если бы дети не слушались взрослых. И то есть она настолько поучительная, но в хорошем смысле. Дети вот это воспринимают, они это слышат. Это будут первые такие гастроли? Ну, так как я здесь... Такие уже прям масштабные. Прям масштабные, да. Сколько в графике школ уже, есть понимание, кому посчастливится увидеть эту работу? Ну, пока что вот сейчас мы с пятью школами договорились. Да, и уже запланировали на конец октября, начало ноября. Потом этот же спектакль мы повезем сейчас на Серебряный олень. Ну, возможно, еще на какие-то другие конкурсы. А так, конечно, мы будем рады проехать по всем школам Одинцова и Одинцовского района и поделиться своим творчеством. Более ста учеников. Настя, как ты считаешь, почему вот театр так привлекает детей? И так любим. И так многие хотят погрузиться в этот мир и научиться играть, научиться передавать мысли, чувства, характеры. Половину, скажем так, приводят родители. Половину изначально приводят родители с мыслью о том, что нам бы раскрыться. Или мы... Вот у нас ребенок такой переживательный, ему очень тяжело выступать, очень тяжело общаться с публикой, даются сложно большие публичные выступления. Вот нам бы раскрыться. А потом ребенок попадает туда, театр чем хорош? Театр не статичен. У нас долгие занятия, каждая репетиция два часа длится. Но дети не устают, потому что они находятся в постоянной смене деятельности. То ли это пластика, то ли это сценическое движение, то ли вокал, то ли дыхание, то ли актерское мастерство. И постоянно они во время занятия ищут, 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 ищут. И они так вот увлекаются этим процессом, что говорят, что два часа уже прошло. А можно еще парочку? Да, да. Давайте еще поснимем. Еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. А понимание того, что они уже раскрываются, становится понятнее, и с ней это все со временем. Вначале главное сделать первый шаг, и у тебя уже потом очень тяжело. Ну, я знаю, что от тебя детей не уходят. Так просто не уходят. Детей только прибавляется, конечно, состав тоже прибавляется. Сейчас полным ходом идет подготовка к всероссийскому этапу. Ты будешь представлять на конкурсе Московскую область. Насколько готова? Ну, сейчас прошло уже... Я знаю, что уже какой-то пройден путь. Да, два этапа прошло. Прошел такой вот вообще необычный для меня этап, неожиданный. И неожиданные были для меня ощущения от этого этапа. Нужно было снять видео и записать свое послание педагогическому сообществу. То есть мы все о детях и о детях. А тут о взрослых. А тут о взрослых. А тут о коллегах. А что ты готова сказать? Таким же, как и ты, да? Что ты готова сказать педагогам? Как сказали мои коллеги, посмотрев мое видеообращение, сказали, что сразу же захотелось выпрямить спину, сразу же захотелось поднять голову и гордо пойти и вот у себя большими красными буквами на себя написать. Я педагог. И захотелось пойти, потому что действительно это же какая-то... Педагог-волшебник, педагог-фокусник, педагог-фантазер, педагог-ученый, да? Педагог, он практически, в принципе, все. Кто угодно. И все одновременно и в одном. И насколько это... Попробуйте еще найти вторую такую профессию, где можно было бы быть кем угодно. И это все еще и приносило бы такие фантастические плоды. Мы же будущее закладываем. И что бы ни было, будь ли мы педагоги музыки, а может быть, мы вырастим будущих легенд. Будь ли мы педагоги театра, сколько гармоничных детей мы вырастим. И школьные педагоги, понятно, само собой, это наше образование, это наша база. Вот об этом я говорила. О том, что педагог, это вообще человек, особенно дополнительного образования, человек с обнаженным сердцем, который сам внутри постоянно горит. И этим заряжает всех остальных. Вот. Поэтому вот такой этап он не дал. Уже есть какие-то результаты? Два этапа позади. Какая-то информация поступает или пока это полная тишина? Этапы идут, и идут, и идут. И мы еще вот... Сколько еще этапов впереди? Вот прошел еще теоретический этап, и я так понимаю, он финальный. Дальше уже только... Подведение итогов. Сколько конкурсантов? С каких регионов заявлены? Или все регионы представлены? Представлены все регионы, потому что во всех областях проходил данный конкурс. И заявлялись один, где-то даже два-три человека. Всего шесть номинаций. Не только я представляю художественную номинацию. Есть еще техническая, естественно, научная, социально-педагогическая номинация. Номинация «Дебют» для молодых педагогов. Конкретно художественная номинация, она всегда самая большая. Будем честны, в этом году... И прикладники, да? Конечно. Это все и все. И я отчасти всегда не могла понять, как нам соревноваться-то, как одновременно можно сравнивать педагога как раз, например, прикладного творчества, академического вокала, театра. Ну, это совершенно разные. Да, какой-нибудь бумагопластики. Совершенно разные. Но, тем не менее, это тоже имеет место быть. На первом этапе отборочном у нас было 167. На втором этапе уже около 50. Вот к третьему этапу, к теоретическому, у нас допустили порядка 20 человек. То есть ты вошла в эту двадцатку? И уже из теоретического будут... Ну, по сути, это финалисты. Ну, по сути, это финалисты. Это финалисты, и уже шестерка будет победителем. Да, и шестерка, она однозначно уже будет победителем. Ну, ничего не буду говорить. Да, я тоже. Но, тем не менее, это уже на самом деле не важно. Уже пройдено. Можно сказать так, что уже все пройдено. И уже результат достигнут даже для меня неожиданный, даже для меня эфирический. И я уже счастлива, то, что значит, я была услышана. Значит, то, что я говорю, это действительно кому-то важно, это действительно кому-то нужно, и это действительно оценено было. За это время пройден достаточный путь, я уже об этом говорила. И мне кажется, что вот именно на областном этапе ты приобрела огромное количество друзей, ведь у вас была возможность общаться. Конечно, Россия, это более тогда масштабно, и здесь тяжелее, да, именно в плане общения. А все-таки на области у вас были совместные мероприятия, поделились с педагогами, завязались ли дружеские отношения, есть ли сейчас вот эта нить, которая вас в том числе связывает, и вы делитесь постоянно наработками, обсуждаете что-то? Ну, у нас до сих пор сейчас, как сейчас все-таки это модно, это актуально, у нас есть чат отдельный, в котором мы постоянно действительно с теми, кто с финалистами области, и в том числе и с некоторыми просто участниками, не дошедшими до финала, потому что я вот, да, в одном из интервью я говорила, для меня там были совершенно неожиданные люди с какими-то совершенно неожиданными идеями. Были, например, театр моды современной, который, ну, как мне можно было к этому не прикоснуться? Это же у нас, да, костюмы тоже, это отдельная своего рода, да, театральная вот эта мода. Вообще во все времена величайшие художники работали в первую очередь с театром, рисовали и декорации, и костюмы создавали. Вот было совершенно потрясающее тоже для меня открытие, что это есть флорист, который преподавала детям флористику, и причем тоже как тончайшее искусство. И вот да, мы до сих пор и совершенно потрясающие методисты у нас оказывается в нашем областном центре, с которыми до сих пор очень приятно и общаться, и задавать. Вот сейчас на этапе подготовки и работы на федерации они стойко помогали, они настолько знающие, они настолько терпеливые, потому что у конкурсантов, естественно, паника – это наше все, несмотря на то, как бы мы не были уверены в себе, как бы мы хорошо не знали свой замечательный предмет, но никуда не денешься, ты волнуешься. А еще, наверное, ответственность. Одно дело, когда ты выходишь на муниципальный уровень, побеждаешь. Потом волнение прибавляется, когда ты выходишь на областной, побеждаешь. И когда ты уже понимаешь, что тебе придется выйти на федеральный уровень и представлять целый регион, то есть за тобой сообщество педагогов Московской области, которое ты просто не имеешь права подвести. Конечно. И это, наверное, тоже дает вот тот самый мандраж, с которым сложно, правда, справиться. Да, и спасибо большое. Вот Ирина Николаевна Козлова, наш директор, вот она со мной, бок о бок прошла все это, когда я ей в 2 часа ночи, Ирина Николаевна, у нас вышло новое задание, сообщение, она мне в ответ в 6 утра, хорошо, давай, давай, пиши все, что нужно. И вот в дороге, на работе, утром, днем, ночью. И вот Ирина Николаевна, и методисты областного центра. Вот просто спасибо им огромное, потому что, ну, в одиночку, действительно, это невозможно. Потому что, как бы ты ни был, но иногда, какой бы чудесный ты ни был, на фоне просто вот этого волнения, образы не хотят превращаться в слова, в тексты, и ты только можешь размахивать руками и говорить, ну, я же хочу вот это сказать, я же хочу вот это сказать, ну, помогите мне вот донести это. Помогите мне это все оформить. Да, да. Настя, все-таки, я же правильно понимаю, да, твоя жизнь до участия в конкурсе, и твоя жизнь именно профессионально после участия в конкурсе, ну, это две разницы. Ну, все-таки, ну, все-таки изменилась, правда, вот после и участия, после и победы изменилась твоя профессиональная деятельность, и, наверное, подход, и возможности другие. Вот как ты считаешь, насколько важно молодым педагогам не отмахиваться от предложений руководителей, да, когда они в начале учебного года говорят, ну, давай, ну, давай, ну, попробуй, вот воспитатель года, учитель года, конкурс педагогов дополнительного образования сердца отдают детям. Давай, мы тебя выдвигаем, ведь сейчас все-таки тренд идет на именно молодежь, да, то есть хотят выставлять молодых, амбициозных, ярких, энергичных, но зачастую кто-то боится, кто-то считает, что это лишний хлопот, и это лишнее время, потому что ведь уроки и занятия никто не отменял, ведь ты должна готовиться, и семью, кстати, тоже, и детей своих собственных тоже, да, то есть ты должна найти время и для семьи, и для работы, и для учеников, и еще для себя, чтобы подготовиться к конкурсу. Но, тем не менее, вот ты считаешь, нужно в этом участвовать? Я считаю, что, конечно, нужно, потому что, да, у нас вообще, особенно творческие педагоги, мы же всегда натурой мечущиеся, натурой сомневающиеся. Зачастую любой творческий педагог, насколько бы мы хорошо не знали свой предмет, насколько бы часто мы не учились, мы же всю жизнь продолжаем, опять-таки, да, для того, чтобы учить современных детей, нужно все время оставаться в тренде, нужно все время узнавать какие-то новые технологии, просто чтобы детям не было с нами скучно, и вкладывать те же самые истины в другую оболочку. Но от этого уровень уверенности в себе не очень растет, на самом деле. Ты все равно продолжаешь сомневаться, а то ли я делаю, и так ли я это делаю, а действительно ли это настолько нужно людям. Это же нормально для нас. И вот подобные конкурсы позволяют получить обратную связь, позволяют получить обратную связь от коллег. Причем жюри на этих конкурсах очень заслуженные люди, очень знающие, очень много видевшие и прошедшие, и получить от них такую обратную связь, что да, ты делаешь правильно, ты делаешь достойно. Это же очень ценно. Это в первую очередь ты укрепляешь свою уверенность в себе, ты перестаешь сомневаться в том, что правильно ли ты поступаешь, а действительно ли ты учишь, вот, учишь светлому и прекрасному. И если педагог выходит на этот конкурс и получает, я особенно молодой педагог, он получает подтверждение, потому что он все делает правильно, и после этого и работает комфортнее, и ты действительно разворачиваешься о том, что жизнь профессиональная не будет прежней, да, потому что ты начинаешь делать все то же самое, что ты делал по сути, но ты начинаешь делать это еще шире, масштабнее, да, с ощущением того, что ты все делаешь правильно. Это же очень ценно. Настя, ты все делаешь правильно, и я, конечно, желаю тебе победы, хороших новостей. Будем ждать всем округом. Спасибо огромное. Я буду стараться. Спасибо, что было с нами. Оставайтесь на нашем канале. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok